Мы приближаемся к концу цикла. Сегодня предпоследняя лекция. И посвящена она важнейшим книгам об архитектуре и архитектурной периодике XX века. И в этом аспекте мы опять посмотрим на всю историю развития современной архитектуры с 20-х годов XX века, скажем, по 80-е. Понятно, что архитектурные трактаты всегда были очень важной частью того, что называется архитектурным дискурсом. Что помимо ремесла, помимо того, что передавалось от мастера ученику и какого-то непосредственного наблюдения архитекторов за работами своих коллег, конечно, слово играло очень большую роль. Мы помним трактат Витруве еще в первом веке до нашей эры, но более распространенная эта практика стала с эпохи Возрождения. Но в XIX веке происходит скачок, как это вообще происходит с печатной продукцией. Естественно, и растут тиражи, и очень удешевляется это все. И главное, что усовершенствуется техника репродуцирования. И вот в XX веке вот эта доля книг и журналов, текстов об архитектуре и опубликованных образов, чертежей, фотографий становится гораздо больше, чем она была когда-либо раньше. И оказывается, что для архитектора издание книг и журналов, естественно, составление текстов и манифестов, и более развернутых повествований, оказывается во многих случаях практически так же важно, как их, собственно, профессиональная деятельность по проектированию и возведению зданий. И когда мы говорим о каких-то переломах в архитектуре, о том, что произошло в XX-е годы XX века, когда распространяется довольно быстро архитектура современного движения, сразу из нескольких источников, то доказывается, что даже в истории в гораздо большой степени остались те, кто позаботился о публикации своих мыслей и своих работ. Но самая, конечно, непровзойденная фигура в этом отношении – это Ле Корбезье, у которого на протяжении многих лет его печатная продукция количественно несравненно превосходила построенную и распространяла его взгляды на архитектуру по всему миру. Сейчас на экране, ну вот, собственно, первый из важнейших журналов архитектурных XX века – это «Исприн-Уво». Меньше шести лет он выходил, и редакторами его главными, такими основными, были Шарль Женнере и Амиде Азанфан. Но Шарль Женнере, пока он издает этот журнал, сам постепенно превращается в Ле Корбезье. Он меняет имя, принимает новое обличье. Как вы видите, у этих журналов была одинаковая обложка, менялся только номер, одинаковый дизайн, но даже на обложке довольно много текста, потому что содержание сразу дается на двух языках. То есть это ревью международное, охватывает международную проблематику и рассчитано на распространение во многих странах. Ну, французский язык в это время был самым таким распространенным вторым языком, тем иностранным языком, который учило максимальное количество людей в качестве второго круга после своего родного. Вот эта прелестная компания на фотографии в гостиной дома, который Корбезье построил для своих родителей в Ля-Шо-де-Фон в 1918 году, то есть тогда, когда только задумывался журнал, сделана эта фотография. Слева Азанфан, в центре брат Корбезье Альбер Женере, который тоже принимал участие в этом журнале, и сам Шарль Эдуар, вы видите, здесь он необыкновенный гриф, потом он на много-много лет приобретет такой образ мэтра и только в старости опять будет себе позволять хулиганить. И рядом карточка его удостоверения сначала редактора, а потом директора журнала «Испринуво». Я даже не знаю, зачем он им так пользовался, этим удостоверением. Там написано, что срок его действия – год, но, очевидно, весь этот год он его носил в кармане, судя по состоянию. Насколько широк был охват тематики, и журнал, собственно, писал и о новейшей модернистской литературе, и декоративном искусстве. Нас волнует, конечно, архитектура и градостроительство. Можно судить по этим двум страничкам. Я боюсь, что вам ничего не видно, но, в общем, одна из них – это рассказ о русском конструктивизме, написанный Иваном Пуни. А на второй вы видите одну из работ футумасовских студентов, макет градостроительный, который здесь воспроизведен. То есть то, что происходило в Советском Союзе, просачивалось вот таким образом и популяризировалось через Париж. И там же, в этом журнале, начиная с 1921 года, Корбюзье публикует свои программные статьи, посвященные концепции современной архитектуры, которой еще нет, которую он придумывает, которую он приближает этими своими текстами. То есть те эссе, которые сложились в книгу «К архитектуре», изданную в 1923 году. Книга эта поразительным образом до сих пор не переведена на русский язык, хотя… Или я ошибаюсь, уже кто-то перевел? Нет, не переведена. Вот это поразительно. Это действительно самая важная книга об архитектуре в XX веке. С ней по значению ничто не может сравниться. По-русски есть только небольшие отрывки, вызданном в начале 70-х томе текстов Корбюзье под редакцией Топуридзе. Но, как вы видите, на этом развороте представлены фотографии аж трех силос, элеватор, силосные башни. И это американские инженерные сооружения, которые абсолютно завражили Ле Корбюзье и вслед за ним прогрессивных архитекторов всех стран. И вот этим кадром я хотела бы напомнить, что здание, манифест, павильон, который Ле Корбюзье соорудил в рамках выставки декоративных искусств и промышленности 1925 года в Париже, вот та самая, с которой отчитывается успех арт-деко, та самая, где был представлен советский павильон Мельникова. Это павильон, собственно, журнала «Испри-Ново». «Испри-Ново» – вот этот новый дух, который должен веять повсюду и повлиять на всех. Ну и вот обложка этой книжки. Вы видите, она тоже чрезвычайно скромная, даже, можно сказать, такая минималистичная, с маленькой черно-белой картинкой, с таким строгим шрифтом, без особого дизайна, потому что Корбюзье принципиально подражает инженерным изданиям, техническим каким-то брошюрам, которые он сделает. И вот в этой книге, состоящей из 11 эссе, воспроизведены 10 уже опубликованных в журнале, но они образуют некую целостность. И мне придется немножко подробнее остановиться, потому что с этой книгой вы можете ознакомиться, ну либо найдя ее по-французски, по-английски она есть, PDF доступен в интернете, и, кроме того, насколько я понимаю, в библиотеке Гаража есть английское издание. И это манифест с очень такими повторяющимися рефренами, которые Корбюзье пытается вдолбить в голову своего читателя. Настолько, что, я думаю, эти сочетания знакомы всем людям, которые сколько-нибудь соприкасаются с архитектурой. Значит, раздел, эстетика, инженера и архитектура. Тут я очень такие корявые, вольные свои переводы даю, даже не пользуюсь Тупуридзе, потому что они тоже очень-очень вольные, я постаралась поточнее. Вот, это такой очень смешной текст, вот там Корбюзье дает фотографию Виадука, да, то есть Мастафа построенного фирмой Жанна Эфеля. Это частично металлическое, частично железобетонное сооружение, как бы строго техническое, и при этом, безусловно, обладающее эстетическими достоинствами. И вот Корбюзье говорит о том, что сейчас у нас инженерное дело и эстетика инженерная встала в полный рост, а архитектурная эстетика так понура влачится, оглядываясь назад. Вот Тупуридзе перевел как деградацию, но это как бы прогресс наоборот, в том смысле, что она смотрит назад. И очень печально. И дальше, значит, там расскажут, что вот инженеры, они такие бодрые, со светлыми головами, здоровые, вот, а архитекторы такие с задуренными мозгами, слабые и занимающиеся не тем. Вот, и все это нужно, эту ситуацию нужно изменить, потому что перед нами стоит задача вообще пересмотреть вопрос о том, что такое архитектура. Вообще вот эта задача к архитектуре, то есть он указывает путь к архитектуре, которую нужно абсолютно изобрести заново. И примером в этом может служить работа инженеров. И дальше идет такой раздел, как бы три напоминания архитекторам о трех важнейших вещах. И вот первый пункт – это масса или же объем. И опять же, следуя примеру архитекторов, и опять приводя картинку элеватора, Корбюзье ударяется в такую психологию восприятия. Он говорит о том, что вот мы воспринимаем объем и массу как некую игру света и тени, и если вот эта светотень ложится, следуя каким-то простым геометрическим формам, наш мозг понимает подспудную математическую логику и испытывает удовольствие. То есть он считает, что человек в силу своего устройства физиологического и психологического лучше реагирует на чистые формы, нежели на декор. И все это идет под рефренд, что вот все делают какую-то лабуду, вот украшают здание всякой лепниной, а в домах у нас какой кошмар творится, сколько там всего лишнего. Это нам все мешает, и это не дает нам вздохнуть в полной груди, выпрямиться и стать такими же прекрасными, здоровыми и умными, как инженеры. Поверхность. Вот здесь в качестве картинки, вот это взаимодействие объема и поверхности, он дает мне что-нибудь, немножко другая картинка, но тот же объект. в эпсистерии, в эпизе. То есть здесь есть декор, но он абсолютно следует этой логике объема, он ее не разрушает, он ее подчеркивает. И у этой массы как бы есть свои направляющие линии, которые связаны и с пропорциями, и с конструкциями, с тем, как она построена. И что вот если эти линии как-то выражены на поверхности, масса здания, объем его приобретает индивидуальность. План. Объем и поверхность определяются планом. Задача завтрашнего дня – вернуть плану его значение. Что это значит? Ну, конечно, без плана, в общем-то, особенно ничего не строили, но архитектура историзма, то есть то, с чем он спорит, или архитектура неоклассики, она больше заботится о фасаде, о том, чтобы были какие-то симметричные, формы, воспринимаемые снаружи, а внутри объема его можно уже поделить как угодно, для того, чтобы разместить там нужные функции. И Корбюзье, вот он тут говорит о том, что объем должен быть выращен из плана, что сначала должна появиться математическая абстракция, чертеж, так, как это делают инженеры, и затем из него выращивается план. А сам, вот, и получится вот эта инженерная логика. Но он не говорит, что инженерии достаточно. Он говорит, что дело архитектора – дать этому красоту. Красоту в смысле прекрасных пропорций, нужного ритма и так далее. Так, вот зачем у меня тут этот раздел? Это в конце у него идет урок Рима, но, собственно, и тоже в конце, что вообще-то эти все принципы были известны древним, что они тоже предпочитали работать с ясными формами, выращивать эти формы из плана, и весь декор только выявляет внутреннюю логику устройства. Вот, и такой центральный раздел книги, тоже многократно повторенный рефрен – «Глаза, которые не видят». Смысл в том, что новая эпоха уже наступила, она уже здесь. Она представлена вот тем, что делают инженеры, тем, чем мы пользуемся, да, то есть это автомобили, авторучки, ну, они еще чернилами заправлялись, но тем не менее, да, это не перо, которое макают в чернильницу, это пишущие машинки, то есть вот это вся машинерия, которая облегчает человеческую жизнь. И вот дальше он, собственно, формулирует этот свой тезис, да, который нам известен как «Дом машины для жилья», то есть он говорит, что вот есть машина, на которой мы ездим, автомобиль, а есть, или там корабль, да, а есть машина, должна быть машина, в которой люди живут. То есть там логика устройства всего должна быть такой же, да, вам что нужно от дома? Вот, не чтобы там были занавески снаружи лепнины и внутри тоже леплины на потолке, а вам нужно, чтобы у вас была ванная с горячей, с холодной водой, чтобы там было много воздуха и попадало солнце, чтобы можно было регулировать отопление, чтобы удобно было готовить пищу, пищу, а красота создается хорошими пропорциями, да. И все, что находится в доме, это тоже машины, да, то есть кресло должно быть машиной, на которой вы сидите так, чтобы это было вам максимально удобно, так, чтобы его было легко чистить, так, чтобы его можно было легко переставлять с места на место, и тогда не будет грязь скапливаться на полу, и так далее, да. А вот эти ваши, он все время говорит, ваши старые кресла, да, с резными гнутыми ножками, с плюшем, это все безобразно, неудобно, негигиенично и так далее. Вот, а наша эпоха создает свой стиль прямо на глазах, просто глаза не видят. И один из важных образов в связи с этим это большой океанский лайнер. И вот он несколько раз повторяет изображение гигантского корабля под названием «Аквитания», в котором, ну, это действительно машина, очень много для чего, но в том числе и для жилья, да. В трансатлантическом рейсе люди живут в кабинах все-таки недели, да. И он показывает, насколько этот корабль огромный, сопоставляя его силуэт вот со знаменитыми архитектурными памятниками, да. Вот он выстраивает на его фоне, там, Нотр-Дам-де-Пари, там, Триумфальную арку, тоже парижскую оперу. Что там еще в качестве трубы стоит? И другой важнейший образ – это аэроплан. Аэроплан, конечно, очень многих тогда увлекал, да, сама эта идея машины, летающей по воздуху. Корбюзье сам пытался быть пилотом, очень ему нравилось летать. Но, значит, Ленин, в чем смысл? Что в самолет вы не можете с собой взять много, вы берете мало, и оказывается, что это достаточно. Ваше жилье должно быть легким, да. То есть под картинкой аэроплана он пишет о том, что вот представьте себе, вот, например, сейчас в наше время в Праге строят дома из мягкого камня высотой в несколько этажей дома, да, и получается, что там толстенные стены, и окна не могут пропускать внутрь свет, потому что стена их уже затеняет. Если мы будем пользоваться легкими и прочными материалами, подобными тем, из которых строят аэропланы, ну, в какой-то степени, да, тогда мы сможем создать современные дома и современную жизнь. И вот там находится просто инструкция о том, как надо жить. Точнее говоря, чего вы должны требовать у своего квартирного хозяина. Да. Вот, вот я просто даже вот переписала, что самой большой комнатой в квартире должна быть ванная почему-то. Вот, потому что, да, там совершаются омовения и делается зарядка. Желательно, чтобы в этой ванной было окно во всю стену, и туда проникало много света и солнца. И еще лучше, если оттуда можно будет выйти на балкон или на террасу и принимать там солнечные ванны. И опять же делать, заниматься гимнастикой. Рядом с ванной должна быть гардеробная, где хранится вся ваша одежда. И дальше он строго говорит. Никогда не раздевайтесь у себя в спальне. Это не гигиенично. И вы захламляете эту комнату, которая должна быть посвящена сну и вообще тому, чем занимаются в спальне. Все вещи должны быть убраны с глаз. То есть должно быть достаточно шкафов, полок, комодов, но максимально простых геометрических форм, чтобы ничего лишнего не было на поверхности. И детей приучайте, что все игрушки должны быть убраны. Ничего не должно валяться на полу. Достал, поиграл, убрал. Стены. Требуйте, чтобы в вашей квартире были голые, чистые стены. Что это значит? Никакой лепнины, никаких цветных обоев, то есть покраска и минимум декора. Не захламляйте квартиру декоративными предметами. Вполне достаточно, пишет он, если вы украсите стену несколькими хорошими картинами. Остальные картины, которыми вы владеете, вы можете убрать на хранение и время от времени менять. Ну и, собственно, почему это необходимо? Выбирайте квартиру меньше, чем ту, к которой вы привыкли. Меньше, чем ту, в которой живут ваши родители. Так вам будет гораздо удобнее. Современному человеку не нужно столько места. Ну и еще там какие-то смешные вещи, что если у вас есть дом, по возможности располагайте кухню на верхнем этаже, чтобы запахи не шли в ваши жилые комнаты. А прислугу, наоборот, не селите наверху, а селите ее внизу, потому что сверху же виды лучше вам самим там понравятся. Ну и так далее. Вот. То есть вот здесь, в этом отношении, вот я сейчас перейду к тому, с какой ревностью советские архитекторы подражали Корбюзье, да, вот это все, конечно, совершенно о другой жизни говорит, да, не о той, которой могли стремиться наши поклонники Корбюзье. И вот он сформировал такую как бы программу и новой жизни, и новой архитектуры. И, ну вот на самом деле, вот эта вторая книга, о которой я буду говорить гораздо меньше, книга Гинсбурга, Моисея Гинсбурга «Стили эпоха. Проблемы архитектуры». На самом деле, это такой развернутый пересказ книги Корбюзье. Вот другую важнейшую книгу Корбюзье «Урбанизм» перевели, напечатали по-русски очень быстро под названием «Городостроительство». И способствовал этому тот же Гинсбург. А вот к архитектуре тогда, видимо, Гинсбург не хотел переводить, да, что успел сначала напечатать свою книжку, которая написана гораздо более таким спокойным традиционным языком, чем у Корбюзье, где излагаются те же самые принципы, но они разъясняются, и все это ставится в местный контекст. То есть он борется не там с бульваром Распай, как с образцом пошлости, не с домами богатых, набитыми ненужными и уродливыми безделушками, а конкретно с Желтовским, с Рербергом, с теми академиками, которые сохраняли еще по своей позиции в начале 20-х годов. Да, кстати говоря, вот сейчас я должна исправить недоразумение, случившееся на прошлой лекции, когда у меня Гинсбург попал на слайд с профессорами Футемаса. Значит, Гинсбург был вместе с Весниными лидером ОСА и редактором журнала «Современная архитектура», но он не преподавал во Футемасе, хотя был, конечно, очень важной фигурой для всех студентов того времени. Ну вот, и вот здесь вот я взяла, да, ну, во-первых, вот эта эпоха и стиль, да, вот у Корбезье тоже рефрен. Наша эпоха уже сама создает свой стиль, да, и нам не надо заботиться о стиле, а надо слушать свою эпоху. И вот Гинсбург это все объясняет, да. И удивительно, что ему не нужна для этого революция. То есть там есть какие-то ссылки в тексте, но он не пытается приписать революции вот эту возможность обновления жизни, да, но говорит именно об архитектурных проблемах, да, что дело вообще не в стиле, а вспышка творческой энергии должна быть единственным языком современности. И во второй половине 20-х начинает выходить советский авангардный журнал. Вообще у нас были хорошие, очень архитектурные журналы и раньше, и до революции выходил журнал «Зодчий», журнал «Аполлон» был литературный, художественный и архитектурный, да, вот он в десятые годы пропагандировал неоклассику. А в 25-м году в наркомпросе возникла идея, да, то есть не у самих архитекторов, а где-то там в круге Луначарского, может быть, самого Луначарского, о том, что должен быть архитектурный журнал. архитектурный журнал, и поручили вот прямо его создание Гинсбургу Александру Веснину. Но там было сложно, то есть им поручили как бы возглавить процесс, но Дум предполагал сначала, что они всех архитекторов вовлекут, да. Вот рядом с обложкой, и там четвертой стороны обложки, там маленький манифест, обложки эти, видите, это совсем другой дизайн уже, гораздо более художественный, чем у Корбюзье, то есть это типографское выражение конструктивизма, да, то есть той архитектуры, которую этот журнал пропагандирует, к этому моменту это уже есть, да, то есть вот из Принуво, значит, еще нет, эта архитектура, она только должна возникнуть, СА, современная архитектура, начинает издаваться, когда уже что-то есть, по крайней мере, за границей, и быстро появляется свое. И вот в первом номере присутствует такое прям заклинание, да, что журнал «Современная архитектура» является по преимуществу результатом работ членов объединения современных архитекторов, ОСА, да, то есть это конструктивисты, связанных общими архитектурными взглядами и устремлениями. Тем не менее, современная архитектура не намеревается замкнуться в своем внутреннем кругу. Напротив, редакция всячески стремится систематически отражать все волнующие вопросы нашей архитектурной современности. Чистое вранье. Вот, то есть никаких академиков, они не то что близко не пускали, а довольно много статей посвящено тому, как не надо строить, да, то есть критики там того же, прежде всего, конечно, Желтовского, такой главный противник, но и Рерберга, и вообще любой архитектуры, которая пользуется какими-то историческими формами. Но, кроме того, например, за вот эти годы не очень долгие своего существования, СА не опубликовал ни одной работы Мельникова. Да, хотя в какой-то момент Мельников даже как формально считался членом ОСА, но никак, да, то есть он был сам по себе, вот, и он им не нужен, а он сказал, что он в руки не возьмет этот журнальчик, то пакость. Вот, сложнее было с основа, да, с рационалистами Ассоциации новой архитектуры, то есть сначала, вот пока думали о том, как выполнить это поручение наркомпроса, даже обсуждался такой вариант, очень интересный с точки зрения вот книжно-журнального дела, что это будет как бы двойной журнал ОСА и основа, что будет такой журнал перевертыш, то есть с одной стороны будет обложка как бы конструктивистская, а с другой стороны обложка рационалистов, и текст всегда будет только на правой странице, то есть в одну сторону вы читаете конструктивистский журнал, а потом переворачиваете вверх ногами, да, и начинаете с другой стороны читать журнал Основа, но из этого ничего не вышло. В результате периодическое издание у нас оказалось в руках конструктивистов, и до сих пор весь этот русский авангард, ну и вообще как бы вот эту нашу замечательную модернистскую архитектуру XX века обобщенно называют конструктивизмом, хотя это только одно из течений, то есть они создали себе славу, укрепили свои позиции, им это не помогло спастись, конечно, в начале 30-х, когда уничтожили все, но вот эту вот судьбу, как бы их славы уже, начиная с 60-х, это предопределило. Ну и, конечно, влияние вот в эти недолгие годы расцвета, да, в 30-м году журнал закрыли, да, просто правительственным распоряжением. И последний пункт этого унифеста, значит, архитектура, точно так же, да, современная архитектура широко открывает свои страницы, всем своим единомышленникам, россиянным не только в пределах СССР, но и всего мира. Ну вот в пределах СССР они опять же лукавят, а всего мира нет, то есть очень много материалов о том, что происходит за рубежом, то есть роль этого журнала приносить в советскую Россию информацию о самой новой прогрессивной зарубежной архитектуре. Да, то есть здесь и все важные вещи Корбюзье, и очень много материалов, связанных с деятельностью Баухауса, и где-то есть, и про Америку есть, в общем, где-то что-то происходило интересное, оно очень быстро публиковалось на страницах журнала «Современная архитектура» и с текстами на русском языке. Ну вот я тут поставила несколько страничек, это один из номеров 1927 года, как раз с разъяснением невозможности в Советском Союзе строить ренессансную архитектуру. Вот до революции, ну еще казус такой случался, да, вот Желтовский взял палац Медичи Рикарди и построил особняк Тарасова на Спиридоновке, да, и тогда это уже было глупо, но это до революции. А после революции, вы посмотрите, значит, Дом Советов в Махачкале, это же абсолютная тоже ренессансная вещь, да, это копия ренессансного замка, и вот написано, да, Махачкала, вот если по вертикали вы читаете, в 1547-м, 59-е годы, да, и много вот восклицательных знаков. Вот, ну еще раз обращаю ваше внимание на то, что дизайн тут значительно интереснее, чем в журнале. Из Принуво, да, что здесь используется коллаж, здесь чередуются вертикальное и горизонтальное расположение заголовков, здесь есть вот эти стрелки, то есть это одновременно и эксперимент, эксперимент вот такой полиграфический. А вот это в одном номере, первый номер за 28-й год, публикуются статьи, посвященные выставке жилья в Штутгарте, вот, который я показывала на одной из первых лекций, да, то есть вот этого экспериментального поселка, который построили архитекторы из разных стран, да, по случаю строительной выставки в Штутгарте, да, там и мисс Ванда Роя, и голландец Аут, и тот же Корбюзье, и это все довольно подробно публикуется. И тут же рядом берутся пять тезисов, пять пунктов современной архитектуры или Корбюзье, да, вот из той самой книжки, о которой мы говорили раньше. Вот они переведены на русский язык через пять лет после выхода той книги, все проиллюстрировано новейшей постройкой Корбюзье в Штутгарте, и все очень, то есть тут же немедленно переходит в нашу советскую практику, да, то есть дом Наркомфина и, там, скажем, общежитие студентов Текстильного института Ивана Николаева, да, это чисто корбюзьянские вещи гораздо крупнее, чем сам Корбюзье мог себе позволить в то время построить. Ну и вот они встретились, да, в 28-м году, когда Корбюзье выигрывает конкурс на Центросоюз, приезжает в Москву, приходит в гости к Весниным, ну, собственно, почему я показываю эту картинку, я раньше уже ее показывала, ну, вот вы видите, да, где здесь, вот Корбюзье, вот Александр Веснин, Виктор Леонид, Буров и Георгий Орлов, но все это происходит в... так, может быть, я ошибаюсь, но в общем суть в том, что большая часть редакционной работы С.А. происходила дома у Александра Веснина, в квартире еще и его родителей дореволюционной. И Корбюзье туда же приходил в гости, и там ему все это показывали, и журналы он эти с собой увез. И вообще все иностранцы, которые к концу 20-х годов заинтересовались тем, что происходит в Советском Союзе, да, они увозили с собой комплект журналов «Современная архитектура». Таким образом, например, этот комплект попал в библиотеку МОМА, Музея современного искусства в Нью-Йорке, и там начал уже будоражить умы американских архитекторов. Значит, журнал, да, это не только, вот собственно, журнал, это еще деятельность вокруг него, да, это анкеты, которые распространялись постоянно, и дискуссии такие в очном режиме происходили. И СА организовала международную выставку, да, вот первую в Советском Союзе, первую выставку «Современная архитектура». То есть это именно журнал, да, не фото-масс, в стенах фото-масс это происходит, и журнал устраивает выставку, где рядом представлены работы архитекторов Баухауса, голландцев и русских коллег. Вот вы видите здесь знаменитый макет Института Ленина Ивана Леонидова, дипломный проект, недавно только защищенный. Вот еще раз мы смотрим на обложку книги в архитектуре и на фотографию, которая показывает палубу, одну из палуб круизного корабля, да, коридор, который идет вдоль кают, а с другой стороны открыт наружу, да, а черно-белая фотография, которую я поставила рядом, это коридор в доме Наркомфина, который соединяет квартиры, точнее говоря, ячейки, да, которые уподобляются каютам. То есть дом Наркомфин не только в конструктивном смысле следует вот этим пяти принципам современной архитектуры, Корбюзье, но и воспроизводит образы, и воспроизводит саму эту идею дома корабля, да, дом корабля, это не значит, у него есть киль, корма, там, труба и так далее, это значит, что там же, как в большом лайнере, есть все, как бы, необходимое для жизни, да, то есть есть вот эта инфраструктура обслуживания, а жилое пространство минимизировано, так же, как минимизированы каюты в корабле. Это интерьеры Корбюзье, да, проект и интерьер построенного дома в Париже, а это интерьеры в доме Наркомфина, но, правда, самый роскошный из квартир, там квартиры наркома Милютина, да, и очевидно совершенно, что вот это влияние Корбюзье, оно на очень многих уровнях проникло в первую очередь именно через печатные источники. Ну, эти лесенки спиральные тоже появляются в нашей архитектуре, да, благодаря Корбюзье я об этом говорила уже, но сейчас еще раз хочу напомнить, что видели их все-таки создатели не в натуре, а в печати. Следующий сюжет связан с книгой, опубликованной в Америке в 41-м году, во время Второй мировой войны, это большая книга, уже большое серьезное сочинение, автор его Зигфрид Гидион, не архитектор, а историк архитектуры, историк-теоретик, швейцарец, первая глава СИАМ, Конгресса современной архитектуры, то есть человек, находившийся вот в самой сердцевине этого процесса формирования современной архитектуры и градостроительства, друг Корбюзье, друг Гропиуса, и он уже в 38-м году уезжает в Америку, начинает там преподавать, не будучи евреем, даже не будучи немцем, а будучи швейцарцем, спокойно мог бы сидеть и не обращать внимания на нацистов. Но вот этот вот процесс экспорта современной архитектуры, носителей ее в Америку, вот он начался, когда нацисты выдавили евреев, коммунистов и вообще иностранцев, вот Мисс Вандеру из Германии, они уехали в США, и Гидион поехал к ним, потому что ему нужна была среда, как бы он не мог вариться в собственном соку, ему нужно было разговаривать с равными, и ему нужно было проповедовать новую аудиторию. И вот в прошлый раз я говорила о том, какое значение для распространения, расцвета модернизма в послевоенной Америке играло преподавание Гропиуса, Роэ, Бройера, но и Гидиона, как преподавателя, и вот эта книга, да, вот эта книга как раз объяснила англоязычной, как бы американской аудитории, что такое современная архитектура и откуда она взялась. То есть, по сути говоря, эта книга истории современной архитектуры, ее предпосылок, да, причем довольно далеко он заходит в прошлое, то есть он говорит о том, что вот этот модернизм, да, что он не просто придуман одномоментно, да, что в архитектуру переведены инженерные принципы, нет, это есть развитие некой глубокой традиции, которая просто вот к началу XX века зашла совсем не туда, а в ней можно найти вот это вот рациональное зерно и внимание к структуре, к пропорциям, к логике выражения программы здания в его устройстве и так далее. Ну и там же, в этой же книге, излагается уже, но рассказывает, собственно, уже о той современной архитектуре, которая есть к 1941 году, да, то есть представляется американская и вообще англоязычная аудитория, вот чего достигла современная архитектура к этому моменту. Вот я вам почитаю немножко из содержания просто, да, значит, история, наше архитектурное наследие, эволюция новых потенциалов, металлическая колонна, стальной каркас, технология, всемирные выставки, эйфелева башня, требования моральности в архитектуре, Брюссель, Виктор Арта, Отто Вагнер, то есть те архитекторы Арнуво, которые вот наиболее рациональную ветвь этого стиля развивали, железобетон, Агюст Пюре, Тони Гарнье, Американское, вот это массовое строительство, новые города, индустриализация, Чикагская школа, то есть Салливан, дальше Салливан отдельно, Чикагская всемирная выставка, Фрэнк Лойт Райт, дальше вдруг теоретическая тема, соотношение пространства и времени в архитектуре, вот это вот новая тема, появляется архитектура и строительство, кубизм, футуризм, вдруг искусство, не только инженерии, но и искусство, задействованного в создании этой архитектуры. Мосты, Робера Майяра, дальше Гропиус, как архитектор, который начал строить фабрики и потом эту логику фабричного строительства перенес в жилищные и во все остальное. После военной ситуации, имеется в виду после Первой мировой войны, Баухаус, Корбезье, Алваралта, вообще все, что происходит в Финляндии, органическое градостроительство, градостроительство и планирование городов в XIX веке, градостроительство как человеческая проблема и соотношение пространства и времени в строительстве городов. Вообще пространство и время – это довольно сложная тема, то есть с одной стороны это вот речь идет все о том же соответствии архитектуры своему времени, необходимость соответствия обеспечить, а с другой стороны это такое более… это время человеческого существования, время, например, затраченное на перемещение, когда просчитывается, сколько шагов домохозяйка делает по кухне или по дому, когда она подает обед, сколько там нужно перемещаться по городу, прежде чем вы попадете во все нужные вам точки и так далее. Ну и вот развороты из этой книги, которые показывают как раз эти примеры, выбранные из архитектуры прошлого, из чего могла произрасти современная архитектура, да, вот эти железобетонные швейцарские мосты Майяра и вот эта многоярусная металлическая конструкция, это книгохранилище Национальной библиотеки в Париже, постройка Андрея Лабруска. Значит, вот в англоязычный мир произошел вброс вот этих всех идей, да, при том, что до Второй мировой войны, в общем-то, что в Англии, что в США архитектура была достаточно консервативна. То есть очень такую локальную нишу там занималась современная архитектура, а Америка все-таки легче приветствовала ар-де-ко как новую архитектуру, чем, собственно, модернизм, вот вплоть до Второй мировой войны. Вот в Англии, значит, что там еще происходило, да, вот при том, что, видимо, все-таки еще вот этот межвоенный период, да, то есть английское общество, конечно, очень сильно было потрясено Первой мировой войной и во многом изменилось, но в том, что касается городской среды, как раз вот, видимо, ценило эту константность, да, вот все меняется, происходит катастрофа, и вот у нас целое поколение младых людей убили на войне, но вот наши дома, вот они пускай будут такими, как были раньше, только что нужно вот трущобы расчищать, да, и города-сады, может быть, строить, но, в принципе, не очень волновала вот тема изменения архитектуры в это время, но, значит, все равно англичане тоже существовали не в вакууме, и там современная архитектура проникает, ну вот с одной стороны, через таких достаточно экзотических персонажей типа Бертольда Любеткина, да, ну, как бы русского эмигранта, который в Париже поработал с Мельниковым, который сохранял связь с советскими архитекторами и пробовал вот такую, как бы новую, практически конструктивистскую архитектуру делать в Лондоне, немножечко построил, но это все-таки совсем нишевая вещь, а вот журналы начали воздействовать более систематически, и большую роль сыграл журнал под названием The Architectural Review, старый журнал, да, видите, он еще в 1896 году был основан, выходил, выходил, и вдруг в начале 30-х годов начинает меняться, получает нового редактора, которого беспокоит немножко вот эта вот английская консервативность, старомодность, что весь мир идет уже, то есть все люди, которые как бы имеют значение, идут уже в каком-то новом направлении, а что же мы? И вот замечательный номер с такой прелестной совершенно обложкой, мартовский номер 33-го года, отмечающий, значит, что прошла треть, первая треть 20-го столетия, как бы подводит итог, вот видите, на обложке даже есть такая как бы табличка, которая показывает, какие изменения произошли, ну так скажем, в быту, да, вот в 900-й, какой там 25-й и 33-й год, и одна треть прошли, вот как все изменилось, как же может архитектура не измениться в такой же степени, и следующая обложка, вот эта белая, она 36-го года, да, то есть вот к этому времени начинается полномасштабная пропаганда современной архитектуры, ну собственно, с 34-го года она начинается, тоже через публикации, посвященные Корбюзье, посвященные Баухаусу, который уже закрылся вообще-то к тому времени, но еще надо сказать, что из Баухауса многие ехали не прямо в Штаты, а через Англию, то есть не смогли найти работу, но все-таки какое-то впечатление произвели, и вот здесь, видите, обложка вот этого белого номера декабря 36-го года, современный английский дом, да, вот это вот святое, значит, английский дом вдруг становится модернистским, да, ну а дальше, если вы там смотрели, я не знаю, сериал про Херкюль и Пуаро, да, то там видно, вот как возникает вот этот слой, как бы, да, модернизма и такого очень лаконичного стримлайн-ардеко, да, как мода уже. И вот этот журнал, architectural review, он превращается, ну все-таки, понимаете, он не столько орган пропаганды, сколько действительно место интеллектуальных дебатов, выработки программы, обсуждения каких-то насущных проблем архитектуры, градостроительства, и все это продолжается в годы войны, да, английские города очень сильно разбомбили в самом начале войны, да, вот этот блиц нанес такие разрушения, что война еще, как бы, несколько лет продолжалась, а уже вовсю думали о том, что же делать потом, то есть вот было время на то, чтобы осмыслить происходившее, выработать подходы, которые привели к тому, что после войны английская архитектура и градостроительства стали развиваться совершенно иначе. Вот эти обложки, значит, один номер, скажу вам, июль 41-го года, да, с руинами дома в Сити, то есть это не монтаж, это фотография, то есть виден целый собор Святого Павла и абсолютно разрушенный дом рядом с ним, это очень, как бы, эмоционально действует, да, и номер апрель 43-го года, да, как бы, заново отстраивая Британию, и вот эта Британия показана, как нечто живое, да, вот все усланное человеческими телами, которые, может быть, мертвы, да, но в то же время это вот эти древние, как бы, кельтские силы, я не знаю, известны ли вам такие произведения первобытного ленд-арта, как гигант аббатства Серния, нет, но вот эта мысль о том, что в земле есть какие-то гигантские люди, она, этот образ, он очень распространен, и вот в этом ландшафте, да, на первом плане проступает как бы, такое очертание, рельеф, лежащие, скорее всего, женской фигуры, а может и не женской, не знаю, но на ребрах, на грудной клетке появляются, появляется какой-то город, да, дороги, кварталы и дома, и все эти здания, очевидно, модернистские, да, совсем, то есть почва вдруг у нас стала выращивать модернизм, и вот этот послевоенный период, да, когда Англия думала о том, как она будет строить эти свои новые города, как будет заменять трущобы и разбомбленные районы новым современным жильем и вообще всем, что нужно, вот там ведутся именно такие теоретические изыскания, одно из которых посвящено как бы ячейкам, с которыми складывается город, вот это очень важная тема, которая именно в Англии разрабатывалась, то есть что такое нейборхуд, да, что такое комьюнити, что такое сити, и в итоге у них получилась концепция микрорайона, да, то есть к нам она попала ниоткуда-нибудь вот именно из Англии, да, не как просто, да, жилого квартала, жилого района, поселка, как некая инстагрированная структура, пришла из Англии. Мне вот здесь интересно, что вот на рубеже 50-60-х годов очень серьезно разрабатывалась тема разведения уровней транспортного и пешеходного движения, да, то есть вот англичанам, в отличие от американцев, сразу показалось неприятным ходить мимо магистрали, по которым несутся машины, и вот они очень думали, как это избежать, и вот эти картинки, да, вот все это в небольшом количестве, но попадало в Советский Союз, вот у нас это не нашло широкого применения, но именно в связи с этими английскими экспериментами и концепциями Новый Арбат, например, получил вот эту террасу над магазинами и ресторанами, она должна была быть прогулочным променадом, от нее должны были быть ответвления. В Северном Чертаново, да, тоже проектируется жилой район с несколькими уровнями, да, где автомобильное движение уводится под землю, и освобождается пространство для пешеходов наверху. И в том же Architectural Review в 1955 году, ну, вообще в 1950-е годы начинает работать очень яркий архитектурный критик и теоретик архитектуры Райнер Беннам. И он в 1955 году публикует эссе «Новый брутализм», вот в котором описывает вот это новое явление, брутализм, да, архитектуру, которая как бы выявляет возможности материалов, в том числе скульптурные, да, и стремится к правде этих самых материалов. И потом вот эти эссе они превращаются опять в книги. Вот он, смотрите, какой Райнер Беннам. Такой, конечно, уже немножко альтернативный персонаж, да, большой бородой, вот видите, как активно жестикулирует с сигарой, но, в общем, не похож на тех профессоров и теоретиков, которые до войны позволили себе высказываться. И он опубликовал несколько, на самом деле, очень важных книг. Значит, в 60-м году книга называется «Теория и дизайн первого машинного века». Это имеется в виду как бы межвоенное 20-летие, вот это вот первая фаза модернизма. Вот посмотрите на этой зеленой книжке наверху. Узнали, что за здание? Там фотография на зеленой обложке наверху. Не видно? Газпром в Харькове немного, не мало. Видите? Вот, в центре вот этот новый брутализм. И последняя книга 1972 года посвящена Лос-Анджелесу. Называется «Лос-Анджелес архитектуры четырех экологий». Это одна из книг, которые обозначили поворот к постмодернизму, но не в смысле форм, а в смысле отношений к среде, к тому, что архитекторы не могут только навязывать людям свои представления о том, как правильно, и что если люди стремятся жить в пригородах, строить себе какие-то домики с бассейнами и лужайками, наверное, им это нужно, а архитекторам стоит подумать о том, как инкорпорировать вот это в свое практику. Ну и вообще вот само слово «экология» появляется на обложке архитектурной книги, теоретической. Это значит, что тема среды и природной, и уже антропогенной становится очень острой, очень важной темой для обсуждения. Ну а вот в книге, посвященной брутализму, Беном ставит принципиальный вопрос, который потом будет тоже очень долго, очень важен, собственно, до сих пор важен, один из центральных вопросов, этика или эстетика, где баланс. Ну вообще, когда вопрос ставится так, ну понятно, какой должен быть ответ. Если для вас эстетика важнее, вы не будете его ставить. речь идет о том, что архитектор сначала должен думать об этике. То есть, в частности, не только об удобстве и функциональности для пользователя того, что он делает, но и о дешевизне, и о простоте и скорости возведения, о таких вещах. И я хотела бы напомнить о том, что, ну понятно, что вот эта тема, конечно, всей этой нашей хрущевской истории, да, вот, но также вот уже в 21 веке несколько, не знаю, три или четыре архитектурных биеннали назад Мессимилиано Фуксус, по-моему, да, тоже дал тему больше этики, меньше эстетики, да, и вот в этом году будет архитектурная биеннали в Венеции, которую курирует Алехандро Аравена, который тоже занимается проблемами этики, да, и нужности того, что создают архитекторы вот этот приоритет перед эстетикой. Значит, еще немножко журналов, которые определили то, что происходило с архитектурой в разных странах. Французский журнал Архитектур Дежурдуи. Вообще во Франции было довольно много других архитекторов, я бы сказала, в том числе тех, кто занимался современной архитектурой, тот же Агюст Пере, например, но Корбюзье практически монополизировал вот этот рупор печати. значит, свой журнал он закрыл в 25-м году, а в 30-м году нашел друга, такой был молодой интеллектуал Андре Блок, который стал редактором и издателем нового журнала Архитектур Дежурдуи. и Корбюзье формально не имел к нему отношения, тем не менее, уже второй номер целиком посвящен его творчеству. И, конечно, Андре Блок находился целиком под влиянием Корбюзье и тематика архитектур, то есть тематика этих статей и объектов, которые выбрались для публикации, это все определялся Корбюзье. Кроме того, Архитектур Дежурдуи это не только журнал, но и издательский дом, и они систематически публиковали собственно книги Корбюзье. И вот этот Лучезарный город в 1935 году, то есть новый вариант этого идеального города концепции, и памфлет практически уже в предситуации перед Второй мировой войной, ну как бы антивоенной, вот это вот пушки, вооружение, спасибо, нет нам, строите нам лучше жилье, то есть давайте нам лучше жилье, но тут смысл еще в чем, не только в приоритетах, но и в том, что пушки, современное вооружение требуют не просто больших ресурсов, но и больших интеллектуальных усилий, и что вот эти интеллектуальные усилия должны быть направлены на переосмысление опять же городов и строительства, строительной практики. Вот это разворот из этой книги, и вы видите, что это выставочное пространство, опять же, там самолетик, уже новейший военный самолет демонстрируется, а в конце стенд СИАМ, этого конгресса по современной архитектуре, о конгрессах я буду говорить на следующей лекции, но это опять же вот этот такой новый механизм для выработки общей архитектурной повестки и городостроительной, и опять же Корбюзье там играл совершенно несоразмерную роль. После войны в 50-60-х годах этот журнал становится одним из самых интересных и разнообразных. Видите, там все номера были тематические, то есть не просто там текущая практика освещается и не просто какие-то актуальные темы обсуждаются, а каждый раз каждый номер сфокусирован на какой-то проблеме. И вот желтенький это архитектура для детей, да, и довольно регулярно эта тема повторяется, потому что понятно, будущее зависит отчасти от того, в каких условиях воспитываются и обучаются дети. На обложке вот этого среднего номера это какой-то конец 50-х здания Кандилиса, да, то есть это греческо-американская архитектура, которая раньше не попадала вообще в поле зрения, третий это Мексика, и также там была и Финляндия, и много других мест, других стран, то есть все новое и прогрессивное, все-таки тема вот этой прогрессивности, она очень-очень важна, что появляется в мире, оно анализируется, публикуется здесь, и это важно опять же для Советского Союза, когда он в конце 50-х начинает обновлять свою архитектуру, да, и Хрущев говорит, что вот нет ничего зазорного в том, чтобы в капиталистическом мире заимствовать архитектурные решения. А, вот еще прекрасный разворот, посвященный архитектуре Бразилии и творчеству Немеера, да, то есть опять же, вот каким образом Немеер становится знаком, известен в Европе, и тут же его начинают приглашать, да, работать и в Италии, и во Франции, где он строит штаб-квартиру Коммунистической партии Франции, вот, да, помним, что Франция в 50-х годах и в 60-х годах очень левая страна, но там разные были политические, но там сильные очень левые, и, конечно, архитектуре дуэты левый журнал, и он закупался в Советском Союзе, и вот здесь, это надо сказать, я обнаружила, когда я готовила эту лекцию, обложку номер 56-го или 57-го года, я не помню, посвященный строительству из алюминия, и на обложке фотография вот такого алюминиевого фасада какого-то химического факультета, какого-то университета, я забыла уже, какого, и узнали цветную картинку, кто-нибудь помнит еще такое? Никто не помнит, что это такое, не знает. Ага, это у нас на ВДНХ был павильон радиоэлектроники, которому в 59-м году, когда стали обновлять как бы выставку, приделали алюминиевый фасад дивной красоты, разобранный то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, я уже забыла. Вот, я думаю, если бы я вам показала фронтальный фасад из таких квадратиков алюминиевых, вы бы все узнали, а на боковой никто особо не смотрел, тем более, что перед ним деревья росли. Но это очень красивая вот эта алюминиевая штука, я всегда ее очень гордилась, но выяснила, что мы ее, в общем, тоже позаимствовали довольно прямо. Ну и вот дело дошло до того, что Союз Советских Архитекторов получил возможность, разрешение и финансирование на то, чтобы не просто закупать этот прогрессивный французский журнал, но и издавать его русскую версию. И стал вот выходить такой журнал, на котором написано «Л'Архитектуре Д'Ижерди» и «Современная архитектура». Это, да, вы понимаете, можно было написать «Архитектура сегодня», что было бы точнее, но важно было обозначить связь вот со своим авангардом. Все помнили о том, что у нас когда-то был журнал «Современная архитектура». Вот, и эти журнальчики, они очень плохого типографского качества, картинки там такие были мутные, черно-белые, не все тексты переводились, избранные, еще были комментарии редакции, что вот мы не разделяем точки зрения, которые изложены в статье, но тем не менее, вот это оказался такой источник информации о новейшей современной архитектуре, о ее актуальных проблемах на русском языке. Помним, что в этот момент, 60-е, 70-е годы, когда выходит этот журнал, знания иностранных языков находятся просто на, наверное, самом низком уровне за все времена. То есть, умели в 60-е, в архитектурной среде, но немногие старики еще там помнили, французский или немецкий, и дети из высшей архитектурной иммунклатуры их обучали, и уже обучали французскому и английскому. Вот это вот наша архитектурная золотая молодежь, которая потом заняла лидирующие позиции в нашей архитектуре уже, надо сказать, ближе к 80-м годам. перевод был абсолютно необходим. Так, теперь возвращаемся во время назад, потому что у нас иначе окажется пропущенная Италия. Вообще, я так поняла, что в этих моих 12 лекциях итальянской архитектуре было уделено несеразмерно мало времени. Ну и вообще, на самом деле, в тех историях, которые публикуются, с итальянской архитектурой не очень понимают, как обходиться, потому что она не встраивается вот в этот нарратив, который определял Корбюзье, и по которому ехали все остальные гидио, она за ним, вот вся как бы история архитектуры 20-го века, которая рассказывается, она где-то там забывает итальянцев. Ну и вторая причина в том, что Муссолини пришел к власти гораздо раньше, чем Гитлер или даже раньше, чем Сталин, то есть просто после Первой мировой войны, то есть вся эта прекрасная модернистская архитектура в 20-е и 30-е годы в Италии развивалась при фашистском режиме. Это немножко такой неудобный факт для тех, кто считал, что такая историзирующая архитектура в 20-м веке это признак консервативных реакционных правых режимов и в особенности тоталитарных, как Сталинский СССР или гитлеровская Германия. А вот в Италии было иначе. Муссолини позволял, ну по крайней мере до 36-го года развиваться современной архитектуры, даже поддерживал ее. И вот прекрасный этот персонаж, этот мужчина, которого вы видите на обложке, Джо Пойнти, но Джо это такое немножко американизированное сокращение имени Джованни. Джо Пойнти, допишется, Джио, один из крупнейших итальянских архитекторов 20-го века, он прекрасно работал, себя чувствовал как в 20-е и 30-е годы, так и в 50-е и 60-е, то есть никак ему не помешал Муссолини абсолютно. Вот, и Пойнти, он по образованию архитектора, он закончил архитектурный факультет Миланского политехнического университета, Миланец, и показываю я его здесь потому, что он тоже был издателем и редактором, и создателем важнейшего журнала, который был посвящен архитектуре, дизайну и прикладному искусству. Пойнти занимался всем этим. Даже надо сказать, что в 30-е годы он больше занимался дизайном, чем собственно архитектурой. И журнал, если вы видите, под заголовок «Искусство в доме», то есть красивая жизнь в доме. И вот здесь любопытно, что дизайн разработал сам Пойнтиев, шрифты создал сам Пойнтиев, и публиковал он свои работы и прикладные, и архитектурные, и писал сам, но, конечно, все-таки не только о себе любимом, но тем не менее. То есть вот такой универсальный человек как бы ренессансного толка продвигал современную эстетику через дизайн, через моду фактически, а потом в архитектуру и городостроительство. Вот в Италии такая была закономерность в стране, где чрезвычайно была высокая культура быта, материального производства, ремесла, красивой жизни. Вот две обложечки 1935 года с таким модернистским домом в Милане и автомобилем, то есть тоже вот эта идея, что дом и автомобиль должны быть устроены примерно одинаково, а вторая обложка, она, конечно, потускнее и погрустнее, но все равно мне кажется, для русского человека поразительно вообще видеть вот обложку с интерьером, это июнь 41-го года, но тем не менее Вторая мировая война уже вовсю идет, Италия в ней участвует, в Африке во всяком случае, но вообще наступление войны везде перевесило чашу весов в сторону консервативных вкусов, но вот здесь все-таки такой сдержанный, но современный интерьер, то есть как будто ничего не мешает, совершенно. Вот, собственно, я не могу удержаться не показать это просто исключительно прекрасно. Вот чем занимался вот этот создатель журнала Домус, один из крупнейших архитекторов вот в второй половине 20-х, 30-е годы. Вот в частности он был арт-директором одной фабрики, которая выпускала фаянс и фарфор и создал огромное количество таких вот рисунков и форм дизайна посуды. Одновременно он уже для разных фирм делал столовые приборы, причем многие из них выпускаются до сих пор. А вот эти вот странные, острые, наверное, неудобные такие золоченые вилки-ложки этот набор называется Домус. Это он сделал, значит, для редакции Домуса, ну и, соответственно, продавал от имени журнала. Вот это его собственный дом в Милане, в 1936 году он туда уже въехал, ну такая сдержанная модернистская архитектура, но это вот именно оболочка для этой современной жизни, очень там все было красиво и хорошо, и все вспоминают, какие там были вечеринки, какие прекрасные женщины, какая музыка, какая еда, то есть вот здесь вот эта архитектура это именно внешнее проявление такого искусства жить. А вот это после войны вдруг вот человек, у которого как бы собственно архитектурных заслуг было не очень много, но был журнал, в 1950 году выигрывает конкурс и получает заказ на строительство первого в Италии небоскреба в Милане, башня компании Перелли, да, Перелли, это и который календарь Перелли. Вот они тогда уже стремились к такой саморекламе в том числе через архитектуру и Понтик оперируется с инженером Перлу и Джинерви, великим конструктором, собственно тоже архитектор практически, но в общем все, что касается облика и плана придумал Понтия, да, то есть вот это вот такая тонкая пластина небоскреба, которая еще сужается по краям, да, и это действительно выглядит очень элегантно, еще и внутри вполне удобно устроено. Это действительно первое высокое здание, которое позволили построить в Милане, оно оказалось выше шпиля Миланского собора, до того действовал запрет, но вот это должно было быть красиво, и оно так и получилось, а наверху в качестве бонуса смотровая площадка, да, вот там на самом верху вы видите эту полосочку, и вот внутри там принципиально пустое пространство, смотровая площадка, но естественно там устраиваются вечеринки и банкеты, и вид на весь Милан, тоже изумительная графика, пропорции, никакого декора не нужно, да, но вот как, да, вот он в керамике своей все-таки довольно активно использовал исторические мотивы, да, модернизированные, так, но вот уже попозже, да, когда уже стал уставать вот этот такой радикальный модернизм, значит, Понти опять свободно довольно играет с историческими мотивами и строит вот такую большую церковь, собор, собственно, небольшого города Таранта, причем это именно не Мадонна, а Мадре де Дио, Матери Божией, из железобетона, естественно, но ажурный и формы вот этой ажурной железобетонной решетки, это узнаваемые формы именно итальянской готики, да, то есть здесь появляются региональные черты, при этом сохраняется модернизм. понти в какой-то момент уходил из Домоса, потом приходил обратно, но неважно, важно, что в конце 40-х и в начале 50-х во главе Домоса стоял другой итальянский архитектор Эрнеста Натан Роджерс, он кузен известного наверное всем Ричарда Роджерса, который работает в Англии вот такой экспансивный человек моложе значительно чем Понти вот я тут по-итальянски скопировала его слоган слоган конечно написывает не столько его работу сколько работа Понти от ложки до города вот это сфера компетенции архитектора ну вот я вам показала да как и Понти да я вам не показала градостроительных проектов но он тоже их делал и Роджерс начинает утверждать что вот это нормально вот к этому собственно надо стремиться понимать как связаны между собой все масштабы с которыми сталкивается человек только тогда они могут быть приведены в гармонию как архитектор Эрнест Роджерс не работал один работал он в составе группы ББПР который был образован в 30 году опять же прекрасно при Муссолене вот вот он сам с трубкой во рту вот при этом фашистский режим никакой симпатию не вызывал и вот прям в 46 году то есть сразу после войны именно эта группа делает мемориал жертвам концлагерей на чемитере монументале в Милане вот это все не просто итальянское это миланская архитектура абсолютно абстрактная и конечно это абсолютно такая модернистская вещь этот мемориал вот так начинает выглядеть Домос в послевоенные годы когда Италия очень-очень бедна она не так сильно разрушена по сравнению с Англией с Германией или даже с Францией в общем мало было разрушений в итальянских городах но бедность была страшная значит Домос занимался вот этим эстетическим осмыслением бедности красотой обшарпанных стен голого железобетона полуразрушенного чего-то как с помощью нескольких акцентов все это эстетизировать и продолжать все равно вот эту прекрасную Дольче Вита даже когда для этого почти никаких возможностей нет а вот это вторая половина 50-х уже начинается итальянское экономическое чудо и та же группа собственно тот же Роджерс это самое известное его произведение и это то что пропагандировал значит в это время Домос и другой журнал который значит издательство Домос приобрело журнал Казабелла вот страннейшая Тори Веласка да то есть вот пока строится значит Пирелли значит другая компания ближе совсем близко на самом деле уже к Миланскому собору и к памятнику Ренессанса Милана строит небоскреб нагло и его начинают да то есть его вот уже в 50-е годы делают наполовину исторических формах да создавая перекличку с Костелло Миланским оно еще рыжее это здание ой так нету ну неважно в общем да какая-то крепостная архитектура вот это очень скандальный проект его ругали за уродство его ругали и консерваторы его ругали модернисты что зачем эти реминисценции и пропорции безобразные и так далее но это один из символов Милана чрезвычайно интересное оно еще к тому же жилое а не офисное а вот Казабелла в 60-е Понти возвращается берет роль на себя главного редактора а нет прошу прощения да конечно Понти занимается Домосом а Роджерс занимается Казабеллой и значит Домос все-таки поровну занимается архитектурой и дизайном Казабелла в большей степени именно архитектурный журнал более серьезный более текстовой чем картиночный и в 60-е годы да вот занимается ну на самом деле так же как архитектуре дожердви понимание вот этого международного контекста восстановлением связей в мировой архитектуре смотрит что происходит по краям вот этого традиционного дискурса архитектурного и выпускаются номера да вот про архитектуру США то вдруг неожиданно 62-й год архитектура СССР да и вы видите да хорошо башня Татлина она была за рубежом известна с момента своего возникновения до этого проекта но на заднем плане МГУ да ну тогда действительно в 62-м году ну правда уже достроили дворец съездов дворец пионеров кинотеатр России все это внутри есть но высотка МГУ конечно потрясала совершенно и именно надо сказать итальянцы относились вот к высотным зданиям с наибольшим интересом и симпатией из западных архитекторов то есть с их вот этими поисками с их все-таки неразрывной связью с историей это как-то перекликалось и в 64-м году делается номер про Берлин да Берлин которым как раз в этот момент строится стена если я не буду вот и в 70-е и 80-е годы да вот Казабелла такой тоже именно итальянский фокус концептуальных дебатов чем весьма свободных вы видите что они позволяют себе шутить и посвящать номера там радикальному дизайну да вот этим Кинг-Конгом невероятным еще шкуру да вот рвет на себе рубашку Кинг-Конг в общем довольно абсурдно 80-е годы да когда вот этот весь андеграунд становится менее интересен и наоборот какая-то коммерческая нормативность возвращается значит тут новое поколение небоскребов да и как бы новая эстетика небоскребов требует осмысления и вот это все происходит журналы это так же как и Домос выходит до сих пор и очень интересен и вот мы добрались до времени чуть-чуть ну время окончается но быстренько да о двух принципиально тоже важных сочинениях которые отмечают переход от модернизма к постмодернизму книги американца ну американца итальянского происхождения Роберта Вентури сложности противоречий в архитектуре и уроки Лас-Вегаса уроки Лас-Вегаса в прошлом году вышли по-русски все можно почитать я забыла сказать что Гидеон есть по-русски и даже Беном про брутализм есть по-русски читайте пожалуйста вот значит в чем пафос этих книг в том что вот это прогрессивное да вот что такое прогресс у него есть обратная сторона да вот модернизм диктует людям как должно быть да если вас волнует прогресс значит вы плохо смотрите на настоящее то есть вы его всегда критикуете вы всегда им недовольны вы стремитесь в какое-то прекрасное будущее значит Вентури остановился стал смотреть по сторонам что вообще произрастает само да что не подчиняется модернистскому проекту и тогда уже стало ясно что модернистский проект где-то сбоит возник вопрос почему что происходит что строится само сами строятся действительно субурби да ну если это Америка вот я не знаю смотрел кто-нибудь там не знаю как это называется домохозяйки как они сериал отчаянные домохозяйки не смотрели нет ну в общем есть как бы все равно представление о том что такое идеальный американский пригород и строится все коммерческое да строятся склады моллы и киоски да вот недавно мы столкнулись вот именно вплотную с той проблемой которую стал обсуждать Вентури вот в этом своем тексте сложности противоречия в архитектуре да что жизнь вот во всех своих проявлениях она все равно не укладывается в эти жесткие рамки идеального модернизма она его нарушает она его портит да можно закрывать глаза можно пытаться как-то начинать с этим работать да и Вентури говорит что вот против мертвящего порядка ну то есть если вот выбирать между мертвящим порядком и каким-то живым хаосом который может быть совершенно некрасивым и каким-то дурацким и нелепым я выберу хаос потому что жизнь там и вот в 72-м году были опубликованы результаты исследования которые само-то это исследование велось в конце 60-х да Вентури его партнер как бы в работе и в жизни его жена Денис Скотт Браун значит они преподавали в Пристовском университете и их третий значит ассистент еще был Айзенор Стивен Айзенор они взяли группу студентов и отправились на практику как бы да повезли студентов на практику в Лас-Вегас столицу дурного вкуса и подробно исследовали да тогда это не было принято это у нас сейчас вот мы все знаем как стрелка работает да вот надо вывести студентов чтобы они сделали исследование вот тогда вот эта практика начинается они начинают исследовать ну самое как бы дурацкое и презренное да вот этот коммерческий стрип Лас-Вегаса вдоль которого выстроены казино супермаркеты бензоколонки ну какие-то рестораны и все это стараются перекричать друг друга да то есть архитекторы как бы должны в ужасе оттуда убежать все это растет как бы само собой вот они едут в Вентурии Скотт Браун значит на машине смотрят и фиксируют то что они видят да то что встречаются например пустыри то есть это вот это знаменитое шоссе 66 да ну и фильмов над тем довольно много снято но после того как Вентурии и Скотт Браун издали свою книгу значит вывески чего угодно да казино огромное количество неона значит о чем о чем это говорит с точки зрения авторов исследования о том что немота архитектуры неудовлетворительна да что вот эти вот чистые хорошо спропорционированные формы модернистской архитектуры не могут сделать всего того что нужно от архитектуры она должна говорить да она должна быть в состоянии нести некие сообщения и оказывается что в этой вот дикой поросли который только коммерческими интересами двигается воспроизводится какие-то совершенно глубинные структуры человеческих помещений вдруг оказывается что внутри супермаркета вот пешеходная культура это единственное место где на американском скажем западе да существует возможность ходить пешком все же ездят на автомобилях на большие расстояния ходят пешком по супермаркету и по молло да вот там пешеходная среда человеческий масштаб все остальное рассчитано на то что вы проезжаете на автомобиле и должны успеть отреагировать да вас нужно успеть зацепить и так далее и так далее но в чем собственно заключается урок Лас-Вегаса не только в том что архитектура должна быть в состоянии говорить человеком да не только что архитектор не имеет права презирать дурной вкус людей да и навязывать свои возвышенные представления но и о том что если вы в пустыне да абсолютно логично что вы кричите всеми средствами которыми можно да неоновыми вывесками дурацкими формами крупным размером и так далее если вы находитесь с другой стороны если вы находитесь в сложившейся среде то там вы не можете кричать да не только неоновыми вывесками но и архитектура которую вы встраиваете в существующий город должна тоже вежливо вежливо уже в данном случае разговаривать с тем что там находилось раньше и в результате да возник вот этот подход который ну там забываем про вот это вот все ну хорошо ладно да хорошо все что все помнят если да люди слышали что есть такая книга уроки лас-вегаса они еще обычно слышали одну вещь сочетание утка и декорированный сарай да вот это собственно две основные типологии зданий которые выделили Вентурии Скотт Браун в результате своих этих наблюдений но утка да это здание скульптура да которая привлекает внимание самой своей формой да и тоже как бы громко очень заявляет о себе и собственно все вот эти иконические здания конца 20-го и начала 21-го века это вот такие утки почему утка потому что они реально встретили магазин торгующий птицей вот на этом шоссе 66 вот какой-то умник построил значит ну чтобы люди заметили обратили внимание остановились и купили у него эту индейку или индюшину курятину и так далее вот а второй вариант это декорированный сарай вот я к сожалению не поставила картинки но он еще спорил значит с теориями модернистов о том что они лукавят и Корбюзье подтасовывал карты и Гидеон когда они искали себе своей архитектуре предшественников в промышленной архитектуре 19-го века они всегда выбирали определенный ракурс а вообще-то мы сейчас все представляем фабрики 19-го века которые реконструируют да там есть декор да там есть вот эти даже кирпичные стены с наличниками там с какими-нибудь балясинами с зубцами наверху и так далее да что если вам нужно просто перекрыть какой-то объем да нет ничего дурного и даже будет очень правильно если снаружи на нем что-то будет привлекающее внимание да что если это не будет тупая оболочка вот значит утка декорированный сарай вот но потрясающие совершенно нашлись картинки значит вот этот вид сзади да снят уже по следам людям которые поехали по следам вентури и скотт браун и замечательный там совершенно такой традиционный вход в подвал где до стоят морозильники там птица хранится торчит значит где понятно что должно торчать значит кондиционер и такая аккуратненькая американская дверь за навесочкой замечательно вот а вторую картинку с птичкой мне прислали просто вчера друзья в Турции вот обнаружили такой таксофон турк телеком в виде ну не знаю чайка баклан в общем какая-то морская птица то есть вот эта самая утка значит продолжает жить в разных местах вот ладно давайте я уже не буду тратить время на Дженкса с ним все ясно про постмодернизм уже разговаривали и просто я хочу сказать что вот эта вот история да книгоиздательства архитектора да она конечно достигла своей вершины в лице Рема Колхаса да который конечно претендовал и претендует до сих пор чтобы быть как бы новым Корбюзье да чтобы создать заполонить как бы собой и своими представлениями весь мир и вот изданная на рубеже уже 20-21 века вот эта огромная книга СМЛХЛ то есть это все возможные масштабы как бы архитектора но все-таки не от ложки начиная от интерьера до города вот в какой-то момент приобрел значение Библии архитектора это очень большая сложно устроенная книга со множеством сюжетов с очень сложным аппаратом которое ну во многом действительно определило мышление архитекторов уже нашего времени ну вот на этом я заканчиваю спасибо да я пока ехала сюда может быть вы все тоже уже знаете но я увидела сообщение о том что сегодня умерла Заха Хадид 65 лет у нее во вторник случился инфаркт и вот так самая известная самая великая женщина архитектор довольно рано нас покинула да спасибо большое очень интересная лекция хотел спросить вот про Лас-Вегас очень мало там на самом деле чего-то красивого если честно почему так получается то есть почему получается что вроде бы много денег в городе да то есть архитектура все-таки привлекает внимание то есть почему нет на самом деле привлекательных архитектурных зданий то есть с чем это может быть связано ну скорее всего они там не нужны да потому что ну зачем там привлекать внимание чтобы люди пришли потратить свои деньги да и как раз Вентури довольно подробно пишет о том что вот этим не столько ну вот как устроены вообще вот эти казино да которые самые заметные там здания да что они во-первых должны быть заметны прежде всего ночью поэтому гораздо важнее это неоновая реклама которая у них есть на фасаде чем собственно форма здания а внутри там создается какой-то совершенно новый тип монументальности вот сами эти залы игровые у них у всех низкие потолки потому что как вообще у большинства современных общественных зданий низкие потолки потому что от этого очень сильно зависят расходы на кондиционирование воздуха да если потолок выше вы больше на это тратите но значит что можно сделать а пространство большое потому что вам будет неприятно как бы играть на крупные суммы если вы сидите с незнакомыми людьми в замкнутом помещении и вообще возбуждение происходит когда вокруг много людей которые занимаются играми значит делается зеркальный потолок который сбивает вот это восприятие и цветной свет распространяется в интерьере в основном не сплошно яркое освещение а более ярко освещены игровые зоны и много каких-то элементов цветного света и не освещены наружные стены то есть вот как мы сейчас не очень понимаем где у нас там границы пространства вот то есть там работают приемы используются приемы которые нужны для этой функции точно так же супермаркет например да чем приманивает супермаркет рекламной установкой на шоссе а сам он стоит не на самом шоссе а на некотором удалении перед ним огромная парковка так же как перед казино огромная парковка и оказывается эта парковка нужна не только почему она перед зданием а не за ним не только чтобы было людям проще остановиться припарковаться а чтобы они видели как многие здесь уже припарковались да то есть это вот эти припаркованные автомобили они тоже становятся как бы частью архитектуры функционально необходимой да а когда вы подходите вы уже видите рекламу в витринах а дальше вы оказываетесь вот в этом пешеходном пространстве где вы находитесь уже в своем масштабе но видеть вы должны товары да вот то есть там все очень-очень продуманно и вот эти наши традиционные представления о красоте в данном случае не работают вот как-то так добрый вечер спасибо большое за прекрасную захватывающую лекцию мой вопрос очень простой знакомы ли вы с книгой кристофера александра язык шаблонов и если да то расскажите пожалуйста что вы не думаете спасибо спасибо да это важная довольно книга но она знаете находится на границе между архитектурой и вот этой культурой сделай сам да то есть вот этим принципиально важным для Америки направлением подразумевает что человек ну как бы своими силами ну создает собственно свою жизнь судьбу еще свое окружение да и кристофер александр он обращается как бы к архитекторам но и к людям да и то есть это такая тоже альтернативная история она может быть не постмодернистская а как бы контрмодернистская да и он тоже да что он говорит что вот нам же в каких-то акциях нравится спать в палатках да а вот дома вот почему это мы решили что у каждого человека должна быть своя комната и только там за обедом или за телевизором мы можем оказаться вместе вот он предлагает а не будет ли всем всей семье гораздо приятнее спать в одной комнате как это когда-то делали крестьяне да то есть он тоже как бы критически рассматривает на очень таком мелком уровне да то есть он с точки зрения как бы как бы ну самого человека да вот разбирает это устройство архитектуры да и профессиональной ну и такой просто бытовой то есть ну книга я правда давно читала может я что-то упустила читала я ее задолго до того как ее перевели вот меня совершенно потрясли размеры и цена русского издания потому что у меня есть американская на тонкой бумаге легкая книга она конечно толстая но небольшая и принципиально дешевая это должна быть дешевая книга вот ну это вот да тоже такой как бы человеческий подход к архитектуре то есть в противоположном архитектору демиургу да потому что что Корбюзье что Рэм Колхас это конечно бог да вот а тут именно человеческое да простите не представился в первый раз Антон меня зовут а вот вопрос про Заху Хадид то есть писала ли она что-то как вообще после архитекторов почему после некоторых не остается ничего написанного то есть они просто не хотят выражать свои мысли в такой вот форме книги то есть с чем это может быть связано ну во-первых не все могут но Заха Хадид действительно не произвела большого количества текстов но она охотно выступала с лекциями она довольно активно преподавала и в Лондонской архитектурной ассоциации и потом последние годы у нее была еще школа в Вене то есть она ну это вопрос я думаю темперамента и ну приоритетов да ну видимо не считала нужным она тратить на это свои силы ее задача помимо того чтобы да проектировать дома освоевывать известность еще было ну просто вот представлять женщину в профессии да что еще такая серьезная совершенно феминистская миссия у нее была вот она ее осуществила вот мне вообще кажется что она как персонаж крупнее чем архитектор спасибо и вот у меня еще один вопрос если можно я читал интервью ее то есть я знаю что они построили в Москве центр да ну скорее офисное здание и вот они говорили о том что то есть это не лично она ее архитектурное бюро то есть насколько я понимаю вот с тем что она ушла закончится конечно что-то но при этом архитектурное бюро останется при этом там по-моему два филиала у них да в Гамбурге и по-моему где-то в США и что очень сложно строить хорошую архитектуру тогда как это не уверен в качестве строительства и в качестве материалов да которые используются вот особенно в таких зданиях которые предполагают некое как бы сказать использование дополнительных возможностей да архитектуры и материалов с там с нависающими какими-то объемами да с пересечением то есть можете как-то это прокомментировать ну вы знаете тут сразу несколько тем действительно некоторые бюро переживают своих основателей я не думаю что это произойдет в случае с цахом хадит архитект потому что она очень яркое лицо хотя как часто в таких случаях бывают всегда непонятно какова роль была в проектировании ее а какова этого Патрика Шумахера да вот вряд ли он захочет продолжать проектировать под ее именем хотя конечно можно только гадать значит что касается качества строительства про Заху хадид известно что она очень халтурно относилась к авторскому надзору качество строительства практически всех ее зданий очень плохое то есть не только доминион тауэр не отливичает высоким стандартам но и скажем музей Макси в Риме тоже совсем нехорош то есть скорее исключением были высокое качество строительства если заказчик понимал что его дело организовать вот этот надзор что архитектор не будет уделять этому достаточного внимания пожалуйста я хотела бы задать вопрос который был оставлен в комментариях к трансляции Владимиром Давыдовым из Мархи он интересуется возможно ли в наши дни говорить о влиянии архитектурных журналов на современную мировую отечественную архитектуру или интернет вытеснил профессиональную периодику ну я думаю что ответ никто не знает да то есть ну я знаю чем отличаются журналы от интернета тем что интернет дает поток информации да и это уже дело самого пользователя найти то что его интересует а журнал обладает неким интеллектуальным авторитетом да для того чтобы отобрать важное да то есть у нас здесь есть сетевая культура которая ну как бы сейчас кажется более важной есть экспертная культура но все-таки да вот экспертная культура она пока что не умерла да кроме того в журналах проекты конечно препарируются и осмысляются гораздо серьезнее чем в интернете потому что в интернет публикациях очень очень ну в большинстве случаев не всегда конечно но в большинстве случаев просто воспроизводится пресс-релизы архитекторов без какой-то серьезного анализа или критической оценки но там другой механизм включается там уже очень интересно смотреть на комменты да как как реагируют те кто читают поэтому это не не то чтобы да вот прямо в нынешней форме интернет-ресурсы могут вытеснить журналы хотя конечно сколько еще могут существовать бумажные журналы я не знаю я думаю что все-таки они умрут потому что ну но они могут перейти в цифровой формат но все-таки что-то именно в смысле что это профессиональный продукт в который вложено значительное интеллектуальное усилие а не просто трансляции информации большое спасибо спасибо что пришли